На экраны выходит серебряный лауреат Берлина Ли «Угоняя лошадей». Норвежский фильм Ханса Петтера Муланда «Угоняя лошадей» из тех неспешных кинороманов, где успех просмотра целиком зависит от вашей способности отрешиться от собственной рутины и отдаться потоку чужой судьбы, не обязательно созвучной вашему опыту и знаниям о жизни. Тогда после финальных титров вам будет о чем подумать. Сила картины в чувственности. Это кино мощных образов визуальных, даже почти тактильных. Фото «Russian World Vision» в основе роман Пера Петерсона, где сюжет взросления героя и его старческих рефлексий о ключевых событиях жизни сплетен с философиями автора, умудренно взирающего на судьбу героя с высоты, словно это не его собственная судьба. Мы встречаем 67-летнего Транда Сандера в канун «Миллениума», грозящего человечеству бедами, в погребенной под шведскими сугробами уединенной избе. Его жена погибла в автокатастрофе, случившейся по его недосмотру, и чувство вины его сломало окончательно. Нежданное явление друга детства Ларса возбуждает в героя цепь воспоминаний. Эти переброски во времени составляют плоть фильма. Вот норвежское лето 1948, которое подросток тронт с отцом, превосходный Джон Рейнс и Тобиас Зантельман, проводят в идиллическом лесном доме, скачут галышом под теплым дождем, валят вековые деревья и сплавляют по реке на продажу в Швецию. Вот они с братом Джоном, слегка замороженный сиюват Небриан, крадутся к табуну лошадей и скачут по степным просторам, как герой Вестерна. Вот тревожный 43-й снации на мотоциклах. Вот пора первой влюбленности героя его безнадежного соперничества с отцом. Уроки отца главное, что он пронес через жизнь, а не вывели его из пучины юношеских страстей к осознанию бренности всего сущего перед лицом смерти. Взгляд героя – взгляд интроверта, обращенный внутрь себя и перебирающий свои старые страсти как старые. Уже потерявший смысл письма. Минус. На фестивале документального кино показали фильм, где не нужны слова. Сила картины в чувственности. Это кино мощных образов визуальных, даже почти тактильных. Копошащиеся муравьи, ласкающее лицо листья, птичий гомон в вышине, скрип и весла, журчание струй, шелест беркута. Фильм пронизан простором и светом, он чуток к шорохам и гулкости мира и, кажется, передает запахи свежесрубленных сосен. Мы ощущаем жизнь как космос, где плавают пылинки отдельных судеб. Их столкновение зависит от счастливого или несчастного случая, от сплетения глобальных и потому равнодушных к нам сил. Вопреки общепринятым иллюзиям о борьбе добра со злом, авторы склонны к фаталистической концепции мира, в итоге усознание тщетности всех наших усилий, переживаний, обретений и потерь перед этим бескрайним космосом, только он один не имеет конца. Образ смерти назойливо преследует нас в фильме не пугает, просто напоминает о том, сколь тонка нить, связывающая живое существо с этим космосом. Смерть подстреленного на бегу зайца, смерть еще не родившихся птенцов, взородыши раздавленных подростком, гибель немецкой овчарки, охотившейся на оленят, чтобы их убить, в одном ряду со случайным убийством мальчишка собственного брата. Смерть всегда рядом, она обыденна, как поедание рыбы или рубка дерева. Это ведь тоже, по сути, разные лики смерти. Фото На берлинском фестивале работа Муланда признана лучшей. Но это не только фильм утончена чуткой режиссуры, поразителен весь его ансамбль. Стелан Скорсгард в роли старого Транда самим своим присутствием на экране передает герою мощь личности, он скуп на актерские средства, суров и непроницаем. Композиция картины прихотлива, действие дана фрагментами, вспышками, изображение фактурно, оператор Расмус Веди Баг стремится передать поэтический строй романа, любуюсь буколикой пейзажей и разбросанными там и сям фигурами персонажей. Типажи выбраны колоритные, но статичные, они вписаны в общий пейзаж пунктерно, разрозненными штрихами. Минус. Фильм Мстители, финал вернется в кинотеатре с новыми сценами. Выдающийся по многим качествам фильм страдает типовыми недостатками экранизации. Его ритм рассчитан не на просмотр, а скорее на чтение, в нем мало действия и много пауз, которые кажутся многозначительными, но тормозят картину. Цепь статичных состояний, мгновенных фото, пусть и движущихся, и мерцающих, и звучащих голосами рек и лесов, но каждой внутри себя лишено развития. Единая интонация рассказчика неторопливого и обстоятельного придает стилевую монотонность диалогам, для экрана слишком литературным, нарочито афористичным, кино как живые и иллюстрации к тексту. При бережном отношении к первоисточнику это все неизбежно, причем одним это кажется недостатком, другим достоинством, но таков художественный код картины, и он, нравится это или нет, определяет ее течение. Смысл увиденного конечная бессмысленность житейской суеты, наших комплексов и терзаний, а в итоге всей жизни, от которой в мире не останется ничего, кроме горстки праха. Поэтому, как завещал Отец, каждый сам решает, больно ему или нет. И правильнее всего не копить пережитое в себе, отпустить на волю волн, как сплавляют по реке срубленный, когда-то живой лес. Даже самое прекрасное, что случилось в судьбе, отпустить и забыть. Другой вопрос, получится это или нет. Культура кино и ТВ, мировое кино, кино и театр с Валерием Китченом, 69-й Берлинский кинофестиваль Гидпарк.